здравствуйте друзья у нас человек спрашивает молодой человек 31 год парня спрашивает вот говорит он сначала рассказывает свою жизнь его этой жизни пришлось несколько раз переезжать из россии там украину из украины в россии последние годы он живет в киеве до этого жил по моему в днепропетровске там не суть важно и начиная с 18 лет вот он так переезжает и каждый раз когда он переезжает у него какие-то ну сомнения что ли как то вот он переживает по этому поводу причем последний раз когда он в киев переезжал четыре года назад у него как то уж совсем на грани срыва было в общем но ничего в итоге все очень хорошо и мягко получилось но вот переживать пару лет назад он значит под воздействием нашего канала и при участии может быть нашего канала он начал искать работу в соединенных штатах и в этом году у него там было больше откликов по h1b чем было раньше то есть какой-то прогресс такой намечался но так сложилось что в той компании где он работает он видимо иностранная компания он прошел там собеседование конкурс я не знаю что там было и его пригласили работать в великобритании и в общем он как бы доволен и считает что это как бы шаг вперед по направлению к сша и он не очень пока рассматривает саму великобританию как страну для эмиграции хотя надо сказать что там тоже очень много эмигрантов и это совсем даже не неплохой вариант между нами но это отдельно и вот вопрос у него опять тревожное чувство снова мандраж вот этот и он спать что делать то вот как-то давайте ему какой-то внешний но импульс хотелось бы получить его спрашивает ну ну поддержите или как-то что-то скажите на этот счет я пока читал это письмо а вы его можете прочитать в описании к видео я копирую из того места где она была опубликована я вспомнил вдруг годы такие юношеские в то время начиная лет может быть с 15 вот скажем так с восьмого класса после восьмого класса летом мы с учительницей физики участвовали в участвовали в каком-то там даже не знаю что это было за мероприятие там по местам боевой славы того ли чего там и две недели шарашили по подмосковью там с рюкзачками и так далее вот и вот начиная с этого момента я постоянно участвовал в каких-то таких походных мероприятиях и студенческие годы и так далее и совершенно не имею никакого к этому объяснения но каждый раз когда вот перед выходом из дома когда надо от рюкзачок на плечи и вперед и что-то такое даже я не знаю но ну так вот это вот чувство которое вот парень испытывает вот я испытал примерно то же самое какая-то тяжесть какое-то сомнение какое-то голос такой говорит а вот тебе надо зачем ты куда ты лезешь там и и так далее сидел бы дома и но только вот там из дома вышел с рюкзачком уже получше там на метро до вокзал до дошкандыбал значит там вроде еще лучше а на платформу пришел там уже ребята с гитарой там с рюкзачками девчонки там туда-сюда и вроде уже все вот абсолютно все все прошло тяжелое чувство куда-то делась и вперед там как бы полностью уходит вот это беспокойство и я думаю что вот этот мандраж ну то есть не будучи в состоянии это проанализировать каких-то таких глубоких психоаналитических позиций и как бы некомпетентен но я думаю что где-то это все заложено там в многих-многих десятках поколений которые были до нас и вот эта генетическая память значит она где-то у нас там сидит понимаете вот знаете вот ползет паучок по шее вы допустите что где-то или там что такое ползет и бах сразу рукой туда в это место почему потому что те люди там тысячи там лет назад которые не шлепали автоматически паучка просто не выжили понимаете вот они пушки бывали ядовитые так укусит и нет человека хотя те которые сразу реагируют вот это я отношу это вот к таким реакциям то есть вот где-то у нас там заложено что есть риск какой-то вот мы же знаем на самом деле что многие люди испытывая вот это чувство они же не пошли я не говорю там про тысячи лет назад тягуя сегодня мы не говорим о нашей генетической памяти вот прямо сегодня очень многие люди которые собрались там куда-то они последнюю секунду год вы его нафиг я не говорю про тех которые вообще не стали это отдельно но он вроде уже собрался даже и взяток упаковал потом это не поеду я читал на форуме говорим проезд такую историю как парень выиграл лотерею green card меня потрясла эта история он выиграл лотерею green card и он получил визу и он в аэропорт уже пришел и в аэропорту плюнул и ушел из аэропорта и никуда не поехал о как поэтому значит оно срабатывает то есть получилась такая история парень испытал сомнения в ехать ли ему в киев переезжать я там не переезжать но в данном случае он все-таки принял решение переехать не так что у него получилось но кто-то в такой же ситуации не поехал бы в киев кто-то в такой же ситуации не переезжал бы в 18 лет там россия украина россия украина россия труда сюда он бы не пережил вообще кто-то поэтому я думаю что вот этот механизм как бы такой защитный который заставляет человека лишний раз задуматься, знаете, как вот на дорожку посидеть, да? Сели, посидели. Мало ли чего, сейчас что-то вспомнилось. Вот этот механизм, он заставляет его как-то так задуматься лишний раз. И если предприятие слишком рискованное, сомнительное, в его системе координат, значит, так он тогда, может, и не будет. Но само вот это описание ситуации, оно мне настолько знакомо, я сейчас как-то легче стал к этому относиться. А когда мы в эмиграцию ехали, боже, я в этом состоянии находился несколько месяцев. Интервью проходить, билеты покупать, со всеми этими органами общаться. Я не знаю, как сейчас это все происходит, но мы-то ходили как предатели. И не было такого места, где нужно, куда ты приходишь, там все такие, как ты. Я помню, нужно было, знаете, типа медицинской справки такой, что ты в порядке. И не было в тот момент такой поликлиники, куда можно было бы прийти, там все это пройти. А что мы делали? Мы пошли в МИД, понимаете, Министерство иностранных дел, в ГБУХу, понимаете, в логово ГБУХи. Мы туда пришли и взяли там такой бегунок для отъезжающих за границу, ну, советских командировочных, командированных, да, вот этих вот. И нам дали такой бегунок. И у них там был список поликлиник. И каждая поликлиника, то есть обычные городские поликлиники, но они вот в нагрузку обслуживали этот Министерство иностранных дел СССР. И вот в одном одно, в другом другое. И мы с этим бегунком ходим по этим вот, значит, среди вот, ну, можно сказать, вражеского контингента. Представляете, вот, кто там параллельно с нами ходит? И вот, значит, мы и тут мы еще. И вот мы выходим, да, а эти работники поликлиник, они нас уже не любят. Мы приходим с бегунком, они смотрят на их, куда вы тут ездят, тут всякие. Но мы чего поняли тогда? Мы поняли, что надо им сразу сказать, что на постоянное место жительства. Они сразу добрели. И там некоторые даже говорят, а мы как же? Света им говорит, а вы сразу после нас. Вот. И они как-то оттаивали, так говорит, присаживайтесь, даже чайком иногда, там, и так далее. Понимаете, я к чему рассказываю? Вот мы в этом состоянии находились несколько месяцев. Но это даже не только враждебность внутренняя, там, в стране, где ты находишься. Хотя это было, конечно, не так погано, как, допустим, в 70-е, когда наши там друзья уезжали и так далее. Было намного проще уже в 90-м году. Но но вы представьте себе, что вы едете в другую страну, так? Это он сейчас в Англию едет, и ему там страшно. А мы ехали в Америку в 90-м году, когда не было интернета, когда не было ну, практически никого. Ну, правда, здесь вот была сестра Светланы и ее родители были, но они как бы не могли толком помочь ничем, кроме вот так, ну, так, по-родственному там, да, то есть. Вот. И мы не знали языка, мы ни слова, ни, ни, ну, я практически не мог вообще говорить по-английски. Светлана в школе учила, там, в институте немножко. Она могла хоть как-то. Она звучит лучше, чем я у нее. Она звучит более так по-английски. Вот. И, и вот, вот мы такие едем. Еще и ребенок, так? Вот мы втроем. И это, это просто парализующий ужас. Парализующий. Понимаете? И я бы сказал, что не знаю, объективно, субъективно, но может быть и то, и другое, сейчас вот молодому человеку переехать в Англию намного проще. У него уже есть работа. Он уже говорит по-английски. Да вы чего? Понимаете? Вот. Он уже может посмотреть на интернете. Он может сегодня, еще до того, как он вообще билет купил, он может уже знакомых найти там по форумам. Даже у нас на канале есть ребят, которые там в Великобритании живут. Не знаю, в каком месте он там будет. Поэтому разве же можно сравнить? Я уже не говорю о том, что может быть он уже летал там куда-то и был. В Европе, был в Америке, был там в Юго-Восточной Азии. Где-то он был за границей. Мы же первый раз за границу попали, когда уезжали на постоянное место жительства. Мы же были не выездные. Нас не выпускали никуда. Меня по комсомольской путевке в Германию, в ГДР, я извиняюсь, в ГДР, в Болгарию не выпускали. В Болгарию. Может я там по своей еврейской хитрожопости там сейчас границу греческую перейду и смоюсь. Понимаете? Не выпустим, твою мать, вот мы в такой заднице. Поэтому я что хочу сказать. И смотри, неплохо получилось. Я с ужасом вот думаю, а если бы мы, не дай бог, не уехали? Как бы мы тогда? И я вам скажу другое. Конечно, время другое. И обстоятельства другие. И там все это понятно. Но мы не жили в воюющей стране. Понимаете? Он сейчас выезжает из Киева. Мы не жили в воюющей стране. Не гибли ребята молодые там на фронтах. Не взрывались там бомбы и так далее. Это было в этом смысле было спокойнее и стабильнее. Там другое было, но вот не это. Что тут сказать? Поэтому я могу вам сказать, что было трудно. Были моменты, когда прямо ком в горле стоял. По первости. Но не было ни одного дня. Вот я вам могу сказать. 25 лет в этом году будет. В ноябре, как мы уехали. 22 ноября будет 25 лет, как мы уехали. И 40 лет, в тот же самый день. И 40 лет, как мы со Светланой женаты. Не было ни одного дня в нашей эмигрантской жизни, чтобы мы жалели или каким-то образом вообще ставили под сомнение целесообразность, правильность и так далее. Вот мы с первого дня находились и находимся до сих пор в эйфории от тех перемен, которые с нами произошли. Поэтому в том смысле, в каком вопрос задан мне. То есть я понимаю, что другие люди дали бы другой ответ. И как бы это вполне естественно. И те, которые живут там в России, и те, которые живут в Америке, в Канаде, в Германии, в Италии, в Испании, в Израиле и так далее. У каждого человека свое мнение. Дай ему Бог здоровья. Чем больше разных мнений мы услышим, тем будут лучше наши представления вообще о жизни в целом. Но поскольку вопрос был задан лично мне, то я хочу сказать, что две вещи. Первая вещь. То, что у него сомнения, то, что он переживает и так далее, это абсолютно здоровая реакция. То есть я бы больше удивился и забеспокоился о парне, если бы этого с ним не происходило. Вот так давайте скажем. Второй момент, который вместе с первым кардинально важен, это то, что несмотря на сомнения, опасения и там какие-то еще вещи, он тем не менее делает это. Понимаете? Очень важно делать шаги в каком-то направлении. Если он через год придет к мысли о том, что это было неправильное направление, ну так и ради бога, что же, его же там не расстреливают, там в карцер не сажают. Так он вернется в Киев. Не захочет в Киев, вернется, там поедет в Москву. Не захочет в Москву, поедет. Может быть он в Германию куда-нибудь поедет. Он уже международного класса специалист, он уже работал по Европам, там туда-сюда. Он будет думать дальше. Уже туда, где он сейчас, он всегда вернется. Нет проблем же никаких. Поэтому надо делать. Но из моих нынешних как бы соображений о жизни, я считаю, что это шаг в очень хорошем, в очень правильном направлении. И он переводит его на какую-то новую ступень, на более высокий уровень и в профессиональном плане, и в целом, как вот специалисты международного класса и так далее. И семью всю, да, там и супруга, там и, не знаю, там ребенок, там и все, вот все, кто есть, значит, они переходят в новое качество. Это хорошее качество, это правильное качество. С моей точки зрения, вот поскольку мне был задан вопрос. Ну, наверное, вот и все. Я очень рад за парня. Я очень рад, что наш канал и, ну, я лично, да, и лично, товарищ Портнов Михаил Петрович, поучаствовали в судьбе парня. Так, где-то мы его подтолкнули, где-то какой-то информацией поделились, где-то там показали, как резюме писать там и так далее. И я очень рад, что вот мы участвовали в хорошем деле. А дело, еще раз, в моей системе координат дело исключительно хорошее и может сыграть кардинальную, вообще фантастическую роль в жизни этой семьи. И может быть, не только в этой семье. У них есть родители, у них есть там братья, сестры, в первую очередь дети, конечно, и так далее. Вот я бы так вот все это и описал. Счастливо! Счастливо!